Ты, говорят, помнишь все нерождения всех своих друзей и родственников. Это правда? Да. Как тебе это удается? Обычно. У тебя уникальная память? Нет. А как ты помнишь? Не знаю. А я когда родился? 21 октября. Удивительно. А Лёва когда родился? 28 ноября. Фантастика. А Санта когда родилась? 2 октября. Удивительный талант. Я знаю только у еще одного человека такой талант. Больше таких талантов не знаю ни за кем. А, кстати, еще у меня день рождения 3 августа и третье интервью. Ты видишь, как совпало? Я тебе больше скажу даже. У мамы день рождения 3 октября и у тебя сегодня третье интервью. Тоже совпадение, да? Не случайное, замечу. Алисонька, вот ты у меня уже выиграла в шахматы, несмотря на столь юный возраст. Как ты думаешь, за счет чего ты такая талантливая? Не знаю. Ну, ты понимаешь? Ну, поставить мат за 4 секунды, я не знаю, как мне это удалось. Ну, ты понимаешь, что ты крутая? Да. Да? В кого ты такая крутая, как тебе кажется? В тебя. Еще в кого? В маму. Молодец. Алисонька, ну расскажи. Ты в Киеве не была сколько времени? Два года. Больше даже, да? Угу. А почему ты в Киеве не была? Потому что война. А кто на кого напал? Россия на Украину. А чего она напала? Потому что она хотела забрать Украину себе. Так. И сначала убить всех людей. А что Россия такая плохая? Потому что Россия такая плохая. Ты не любишь Россию? Нет. А кто руководит Россией, знаешь? Путин. Ты его тоже не любишь? Нет. А ты видела его когда-нибудь по телевизору? Да. Какой он? Мама меня показывала. Какой он? Седова. Ну, какой он? Некрасивый. Так. Еще какой? Ты же его убить собиралась? Да. Ты до сих пор хочешь его убить? Да. Не боишься? Нет. А как бы ты его убивала? Обычно. Ну, обычно это как? Просто. Ну, можно по другому способу. Просто можно сказать. Так. Например. Можно с тобой сделать, типа, интервью? Вот кто-то делает с ним интервью. И спрашивает вопрос. Так. Давай, если ты не ответишь на этот вопрос, то не сможешь ответить за полминуты. То Украина победила, и ты останавливаешь эту войну. А если сможешь, то Россия победила. А это будет очень сложный для него вопрос. Невероятно сложный. Как будет по-украински красная смородина? Ну. Ого, ничего себе. Он не ответит на этот вопрос. Вот именно. Вот это ты придумала. А как будет по-украински красная смородина? Паричка. Алиса, ты просто умна невероятно. Я восхищаюсь тобой. Я в таком возрасте таких умных детей никогда не видел. Но ты еще и скромная. Обычно ты такая бегаешь, кричишь, всем все рассказываешь, задаешь много вопросов. А сейчас что-то такая тихая, не знаешь? Нет. Сейчас ты разойдешься? Да. Да? Кто тебя в шахматы научил играть? Я не помню, но я думаю, что это Володимир Дмитрович. А кто такой Володимир Дмитрович? Это учитель по шахматам. Просто там у нас обычный урок. И там типа есть такой отдельный урок. И некоторые там записаны. Например, мы с Санатой были записаны туда. Скажи, вот тебя больше двух лет не было в Киеве. Что изменилось в Киеве и что изменилось в твоей жизни? То, что война. То, что тот чучело стоит у нас в коридоре красный. То, что там картины за люстрами. И еще то, что я стала старше. То, что война. То, что все остались старше. К сожалению. То, что площадку убрали. Так. А зачем вы ее убрали? О, пошли вопросы. А затем, чтобы на солнце не выгорало, пока вас нет. А вы ее назад вернете? Конечно. Годится? Чучело красное в коридоре. Ну, это дядька. Дядька. Ну, вообще. Какой-то пластиковый. Ну, ты приехала домой. Ты почувствовала, что ты дома? Да. Тебе нравится дома? Да. А где бы ты хотела жить? Дома. Дома хотела бы? В Украине? Да. Почему? Потому что мне там нравится. Чем? Ну, там нормально. В тебя кто-то влюбился в школе уже? Да. Кто? Ну, там только один. Милан. Ну, вот. Он влюбился в клейники, в полуму и в меня. В троих сразу? Да. Он любит нас. Он любит нас троих. Ну, тебя больше всех. Из-за того, что мы ему сделаем диплом из бумаги, он выполнял то, что мы говорили с клейники. Например, он с собачкой ездил. Клейники мшар привязала, и я его за поводок взяла, а она садилась на него. Как он с собаками улазил. И еще мы искали такие, как семечки для Карсон. И еще, когда мы шли назад с физкультуры, это было в тот день, мы говорили, Милан прыгай, он прыгал. Мы говорили, типа, Милан, иди скажи полуме, что ты ее любишь. Он сказал. И мы сказали, скажи полуме, что завтра у вас будет свадьба. Он тоже сказал. И из-за такого маленького диплома, который мы ему из бумаги собирались сделать. А тебе кто из мальчиков нравится? Никто. Вообще никто? Нет, конечно. А почему конечно? Потому что. А у тебя когда свадьба будет? Никогда. Как это? Алисонька, тебе нравится вообще вот сейчас в Киеве, когда ты дома? Да, но лучше без войны. Тебе война не нравится, да? А что ты знаешь о войне? Ну, я знаю, то, что Путин просто напал. Да. Ну, и он хочет захватить Украину, и при этом, чтобы его остановить не могли, просто убить всех людей. Поэтому тревоги. А что ты про Россию думаешь? То, что она ужасная. Еще Россия говно. Говно вонючее или нет? Вонючее. Да. И еще Путин, Владимир, говно. То есть два говна, и Россия, и Путин, да? А ты много денег за интервью зарабатываешь? Это ты теперь у меня вопросы дашь? Нет, немного, к сожалению. А что я не зарабатываю за интервью? То есть ты хочешь за наше интервью, которое я у тебя беру, заработать, да? Да. А сколько ты хочешь заработать? Ну, смотря сколько лайков будет. А что ты с деньгами сделаешь? Ну, что-то куплю. Ты только не крути провод, а то сейчас его выкрутишь. Что-то куплю. Да. Или... И порадуюсь. Или... Просто еще заработаю денег, просто чтобы что-то продать, или чтобы куда-то люди приходили на вечеринку, или сделать какую-то презентацию, как мы один раз с Сантой сделали, про котов. А скажи, ты котов любишь? Да. А у тебя сколько котов? Два. Мы с Сантой еще решили, чтобы у нас было пять котов. Просто одну девочку, и она поженится с Басиком или с Масиком. Но я думаю, с Басиком он такой мягкий, и еще Масик больше дерется. То есть у вас два кота? Да. И я хочу третью, чтобы они народили детей, и они были такие милые. Ну, они народят сколько захотят, потому что необязательно пять. То есть у вас сейчас два кота, и зовут их как? Басик и Масик. А почему их так назвали? Э. Это Санта их так назвала. Ну, ты знаешь, что они разговаривают человеческим голосом? Неправда. Ну, как неправда? Они с тобой не разговаривают? А покажи мне видео. Я не снимал. Ну, все знают, что Басик и Масик говорят как люди. Ты с ними не пыталась заговорить? Ты знаешь, что мне... Значит, я поверю, если при мне ты скажешь, поговоришь с ними, и они тебе правда ответят. Хорошо, давай тогда поспорим. Вот если они мне ответят человеческим голосом, что тогда с тебя? А если не ответят? Если не ответят? А как это может быть? Они ответят обязательно. Давай поспорим. На бабл-ти. Нет. А на что? Все-таки, если они не заговорят, то это правда будет, бабути? Ну, конечно, но они заговорят. Давай. Хорошо. Скажи. Давай. Давай. Да. Скажи, Алисуня. Чем ты увлекаешься? Ну, я люблю рисовать. Да. А что ты рисуешь? Всякие картины. Картины прямо? Холсты? Ну, у меня есть мольберты, у меня есть холсты, чтобы как художников. У меня можно купить рамки, у меня специальные кисточки, у меня большие листы А2, А1 есть. Да. И что ты рисуешь? Ну, у меня больше всего выходит природа. А мой портрет ты можешь нарисовать? Да. Можешь? Да. Я буду ждать. Ну? Ну, я не знаю, что я еще мольберты. Хорошо. Кроме того, что ты рисуешь, что еще? Какие у тебя хобби есть? Я люблю зарабатывать медали на соревнованиях. Так. А в чем ты соревнуешься? По танцу. Так. Танцуешь ты хорошо, как тебе кажется? Ну, да. У меня уже восемь медалей за два соревнования и кубок. На одних соревнованиях только кубки давали. А ты хотела медали? А на одном только медали. Расскажи мне, вот с Сантой какие у тебя отношения? Обычные. Ну, как обычные? Хорошие или обычные? Нормальные. Ну, ты Санту любишь? Да. А она меня любит? Она тебя очень любит. Она вот давала интервью перед тобой и сказала, что тебя очень любит. А ты ее любишь? Угу. Угу. Или любишь? Я люблю, люблю. Так, а Алису ты любишь? Да, больше всех. Тебя с мамой больше всех, как и меня. А на втором месте Санта. Алияна? Мы не знаем, как у мамы. Мы не знаем. Но точно не на первом. На первом Алиса, наверное, да? И ты с мамой. Ага. Кого ты еще любишь? Что ты больше всего в жизни любишь делать? Ну, я не знаю. Ну, что тебе доставляет радость? Ну, у меня куча дел. Угу? У меня куча дел, которые я люблю. Ну, что тебе так нравится, что ты прямо радуешься? Не знаю. Актерская пауза. Ты петь любишь? Да. А петь больше любишь или танцевать? Танцевать. Какие танцы ты танцуешь? Аугадай. Ча-ча-ча. Вот это рука для стандарта, а это для латины. Так. Сначала стандарт. Угадай, какие танцы. Ча-ча-ча. Это не стандарт. Вальс. Танго. Я чуть учила, но нет. Ну, я даже не знаю тогда. Степ. Нет. Ты знаешь, что такое степ? Квик степ ты имел? Ну, может быть и так. Да. Я квик степ танцую. Ты видишь? Дальше. Ну, давай дальше ты называй. Латина. Так. Угадывай. Ну. Угадывай. Не угадаю. Расскажи. Нет, ну, сначала попробуй. Ну, латина. Нет, надо угадать танцы. Ламбада. Нет. Ну, ты же знаешь танцы. Ты не танцуешь ламбаду? Твист. Нет. Чарльз Тон. Нет. Я сдаюсь. Это ча-чи-ча, джайв, рамба. Нет. Румба-самба. Ча-чи-ча, джайв, рамба. Ой. Я опять рамба сказала. Это на английском. Ча-чи-ча, джайв, румба-самба. Сколько ты языков знаешь? Русский, украинский, английский и совсем чуть-чуть испанский. Какой тебе больше всего нравится? Я не знаю. В каком городе тебе понравилось больше всего? Вот где ты была, в каких странах? Ну, это в Вене и в Киеве. В Вене тебе понравилось, да? Да. А чем? Ну, она красивая, не так грязная. Кто у тебя друзья в школе? Много. Ну, самый лучший друг, кто? В Украине. Кто? Секрет. Ну, я не знаю. Ты, 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 ты. Субтитры создавал DimaTorzok